Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Стебловская, и я рада приветствовать вас на канале MS Greenhouse. Сегодня мы поговорим о популярной в домашней культуре гибридной орхидеи котлейной группы. Знакомьтесь, Ринкотлеанте или Патинара Бурана Бьюти. Я помню, как впервые увидела фото этого растения в начале 2015 года и решила, что она мне совершенно необходима. К сожалению, первый доставшийся мне экземпляр был поражен резумной гнилью и погиб буквально в считанные недели. Я очень расстроилась и на два года рассталась с мечтой об этой желтой-красной ароматной красавице. И тут, в 2017 году, она случайно попалась мне в группе по продажам растений Happy Orchid, и я решила снова попытать счастье. Второе растение оказалось абсолютно здоровым, но очень молодым, и в течение следующих двух лет оно активно наращивало зеленую массу, а осенью 2019 года впервые процвело одиноким и довольно бледным цветком. Но, как мы знаем, первое цветение орхидеи далеко не всегда показательно. В этом году цветков уже два. Они имеют правильную форму и ярко окрашены. Если все будет хорошо, каждое последующее цветение этой котлеи будет пышнее и обильнее, ведь на одном цветоносе у данного гибрида может быть до семи цветков одновременно. Официальная история этого гибрида начинается в 1996 году с регистрации в Королевском садоводческом обществе Великобритании, где растение получает свое теперь уже знаменитое имя – ринкотлеанте бурана бьюти. Ринкотлеанте – это гибридный род растений, в создании которых использовались видовые котлеи, ринхолелии и гуарианты. Позже для удобства и скорости был придуман синоним патинара. Итак, давайте заглянем в родословную нашей сегодняшней героини. Родителями патинары бурана бьюти стали ринкотлеанте, нетразири старбрайт и котлея нетразири бьюти, которые также являются гибридами. И, если копнуть еще глубже, то окажется, что генофонд патинары бурана бьюти включает в себя 17 видов природных орхидей и наибольший процент генов она получила от котлеи окландия. Морфологически патинара бурана бьюти представляет собой симпедиальный эпифит средних размеров. Резома у этой гибридной котлеи короткая и растет она довольно компактно. Высота псевдобульб обычно не превышает 20 сантиметров, на каждом тубере развивается 2-3 плотных кожистых листа. Новые росты появляются у основания взрослых псевдобульб. Именно от них начинают расти новые мощные корни, за счет чего корневая система растения ежегодно обновляется. Когда псевдобульбы возревают, между двух опекальных листьев появляется компактный чехол, внутри которого развиваются бутоны. По мере их роста чехол разрывается, и цветонос подрастает в высоту еще на несколько сантиметров. Цветы на нем в количестве от 1 до 7 раскрываются почти одновременно. Диаметр цветов составляет 6-8 сантиметров. Дарзальные и боковые сыпалии одинаковы по размеру и форме, равномерно окрашены в желтый цвет. Петалии более широкие, дублируют по контрастной красно-желтой окраске губу цветка. У разных клонов данного гибрида этот признак, носящий название пилоричности, также проявляется в разной степени. Колонка бело-желтая, компактная, цветы ароматные, сохраняют свежесть до 3 недель. Сезон цветения патинары обычно приходится на осенние и зимние месяцы. Теперь пару слов о культуре выращивания этого растения. Как и все котлеи, патинара Burana Beauty нуждается в продолжительном и интенсивном световом дне. Она способна выдерживать прямые солнечные лучи в утренние и вечерние часы, хотя летом в полуденную жару ее все же лучше немного притенять в избежании ожогов листьев и туберов. Температурная группа теплая, растение хорошо себя чувствует в диапазоне от 20 до 30 градусов по Цельсию, нежелательно температуры ниже 16 и выше 35 градусов, но обязателен градиент дневных и ночных температур. К высокому уровню влажности патинара не требовательна. У нее очень мясистые листья и довольно объемные туберы, в которых орхидеи способны накапливать влагу и питательные вещества. Так что при условии достаточного и регулярного полива влажность даже в пределах 30% не будет для растения фатальной. Напротив, при содержании орхидеи во влажных условиях необходимо обеспечить постоянную и мощную вентиляцию воздуха для профилактики развития грибковых заболеваний и бактериальных инфекций. Сажают патинару обычно в пластиковые или керамические горшки. Мой экземпляр сидит в необливном глиняном горшочке. В качестве субстрата подойдут кусочки коры средней и крупной фракции, лава, древесный уголь, в общем любой хорошо дренированный и структурированный субстрат, не склонный к закисанию и способствующий аэрации корневой системы растения. Также возможны варианты посадки котлеев в корзинку для эпифитов и реже на блок. Пересадка растения производится только в случае крайней необходимости, если орхидея чрезмерно разрослась, разложился субстрат или имеются признаки заболевания корней, при которых помимо лечебных мероприятий показана еще и полная замена грунта. Без веской причины тормошить растение не следует. После пересадки патинара может пропустить один, а то и два цикла цветения, восстанавливая корневую систему. Поэтому лучшим моментом для пересадки будет время, когда молодые росты достигнут высоты около 5 см и начнут растить собственные корни, которые потом уйдут в свежий субстрат и начнут полноценно питать орхидею. А лучшим способом пересадки будет перевалка, как наименее травматичная и щадящая для корней растения процедура. Полив напрямую зависит от температурного режима содержания орхидеи. Чем теплее, тем чаще и обильнее нужно поливать растение, следя при этом, чтобы вода не заставилась в горшке или поддоне. Субстрат между поливами должен как следует просыхать. Удобрение вносится с каждым вторым поливом в период активной вегетации растения. Во время цветения и в течение нескольких недель после него орхидеи не удобряются. Есть мнение, что для стимуляции цветения патинара Бурана Бьюти необходим короткий период отдыха, который начинается незадолго до созревания новых псевдоболь, то есть когда новые молодые побеги начинают разворачивать оба своих листа. С этого времени орхидею содержат при температуре не выше 18-20 градусов днем и около 16 градусов ночью и реже поливают. При этом полив нужно производить только тогда, когда субстрат полностью просохнет за 3-4 дня. С появлением цветоносов, обычно в течение 2-3 недель, период покоя заканчивается и общая температура содержания повышается, и полив орхидеи возобновляется в привычном объеме. Мой экземпляр выдавал цветоносы и без периода покоя, поэтому в данной ситуации нужно ориентироваться на ваши условия содержания и индивидуальные особенности растения. Помните, что всегда возможны варианты, но, зная универсальные механизмы стимуляции цветения, этим процессом можно научиться управлять и наслаждаться цветением орхидеи в любое время года. Вот такая получилась история про Патинару Бурана Бьюти. Эта очаровательная орхидея прекрасный вариант для тех, кто никогда не держал котлеи и хочет попробовать свои силы с данной группой растений. На этом я заканчиваю наш сегодняшний выпуск. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал MS Greenhouse и узнавайте больше об орхидеях и бромелиях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok